почти вершина осталось вот буквально чуть-чуть я вам фотографирую как вы снимаю как же тяжело мне было карабкаться вот я почти до вершин добром и выше что-то не очень получается в принципе мы мне уже высоты достаточно 3780 прошло уже несколько планиров которые летели в другую сторону по чуть чуть по чуть-чуть удается добирать но до облака уже совсем недалеко и я честно говоря просто устал здесь мучиться вот вроде как неплохо вот вроде как несет вот-вот можно на юг туда пойти но это далеко уже от линии разрешенной умера летает рядом вот собственно облака который у нас тоже немножко вытягивает я думаю что на этом вот это крайний проход который делаю на этом я завершу набор и пойду дальше собственно вижу что я уже прохожу по парку роялю до ледника и выпрыгну выпрыгну на ледник ну вот мне нужен был запас по высоте я его получил собственно вот мы на уровне вершины покрыть покорили эту вершину все дальше дальше по линии парку рояля идем с дорога ледника самого большого в этом районе могу отдохнуть передать управление ученику давай вот так по прямой скорость 120 может 130 помать ленту и тле я покажу такой набор до концентрация бешеная сердце я там конечно сейчас цепи цену набиваешь и сердце стучит там и так далее но действительно тяжело потому что очень высокий уровень турбулентности не удается прям четко грамотно красиво это все обработать и вот эта избыточная концентрация и возможно избыточная ответственность все-таки мы в серьезном месте и моя ручка немножко выматывает организм как вы видите два планера три планера стоят на буре сейчас мы кстати к нему слетаем так вот вопросу а летают ли в заповеднике и кранцы как грязи там мы можем сейчас пролететь и бортовые номера пересчитать легали ли они там летают но большой вопрос потому что немножко от линии они отклонились другой стороны примерно да вот так вот все происходит видите какая стая 1 2 3 то есть они сделали набор и оттуда шпарят куда-то вот мы этот набор тоже сделаем сейчас собственно ледник за вот этой вот король на северной стороне где-то здесь поток ну собственно потом впереди сейчас мы красиво наберем закрыл 1 перестать хорошо а так на 115 метров два часа планер воду летит сейчас мы с ними сблизимся эти друзья еще один нарушитель воздушного пространства смотрим такая у него регистрация немец дельта так мы пытаемся выпарить вот еще один видеть как сотня как мелом намазано конечно такого ледника все кто угодно полетать хочет я сейчас покажу мои три любимых скалы три скалы как красиво выглядит после этого пойду набирать уже набирать конечно нужно вот такой вид красивый вот здесь орел иногда сидит где-то здесь как раз поток где весь этот табу набирал он планер туда пристроился и вы сейчас тоже пристроимся и наберем вы же можете пока просто насладиться видами которая ну действительно не всегда видны то есть не каждый день вот так можно полетать я бы сказал вообще очень редко мало того на пипистреле которому за его динамического качества значительно тяжелее чем настоящим боевым планером это делать смотрите еще один орел пришел к нам и с нами выпаривает или как он красиво на фоне дедничков интересно на большом увеличении будет его хорошо видно научить увеличение побольше на нем не хочется камера концентрироваться ну ладно вот как это выглядит на широком угле на широком угле мы практически доверите листья вершина и можем сейчас посмотреть где то место где не так сказать пока покорителя ледника останавливаются смотрят вниз и шепуршат ножками может даже сейчас мы покоритель ледника увидим мой план я очень хочу слетать на самый большой ледник сейчас ратраки укатывают снег сноубордисты катаются и наверное это будет грамотным решением посмотрим как мы потом куда выберемся но по крайней мне туда интересно слетать сейчас еще одним планером набираем повыше стало легче поток более ровный к сожалению высшего сильно не можем у нас 4000 нам нужен кислород уже много 4 кратковременно скажем так ничего страшного нам очень не взевает как ты себя чувствуешь спать спать хочется это признаки кислородного голодания смотри тебе нужно сейчас думать о том сколько дважды 2 и так далее чтобы так сказать контролировать меня и себя вот я тебе могу сказать чему равен интеграл от синус x dx от 0 до бесконечности хоть скажу единицы очень просто так ну что с интегралами покончили давайте посмотрим что там у нас друзьям над на вершине потому что там может сидеть вот ним он ведь я уже заговорился может могут сидеть альпинисты давайте посмотрим закрылок в ноль быстро минус минус 5 еще 5 отлично молодец автоматически перестановка закрылка сейчас мы на их тропочку вот эту вот вот они идут а вот здесь у них видите посетить место тропа смейкой вьется вот она вьется змейкой людей я не вижу людей не видно не дошли еще летят по этому леднику вот друзья редкие кадры которые можно сделать вот так тут красиво эти прям тропа набитая пробитые вот и ледник так туда мне нельзя не поможешь на ледник весь покрыт конечно вот этой желтой пылью жуткой ой 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 как меня тут ковыркнуло снижение кстати даже значительное ведь у меня немножечко полетала я уже значительно просел планер который с нами набирал куда-то полетел но конечно показать вам ледник со всей его красотой нужно можно и нужно давайте пройдем еще рядышком с вершинкой прям вот эту тропиночку с вами посмотрим внимательно то самое место где сидят и смотрят вниз люди вот тут они сидят вот отсюда смотрят вниз так все выкажу в линию набора сейчас наберу высоту снова и наша следующая цель вот туда на ледник где ратраки укатывать снег попробуем там чуть-чуть полетать дважды володя за рулем летит по продолжению паркур рояль сзади остается ледник чтобы могли сориентироваться мы должны пролететь вылететь под эти блока набрать немножко высоты и вода вот по дуге вот так вот выйти на ледник можно конечно было напрямую через эти облачка но там заповедник собственно проклятие так сказать воздушного пространства мешает она была пойти на может чтим уголовный кодекс летаем только по-честному никогда не выключаем не кларный транспондер и так далее и тому подобное поэтому двигаемся постараемся там набрать и слетаем вам покажем еще самый высокий ледник на котором очень красиво катается сейчас сноубортисты почему там нет лыжников не знаю сноубортистов всегда вижу дальше неплохая погода 100 манплана манплана на самом деле даже вон виден на горизонте но туда мы не полетим мы полетим в сторону мантуиза мне кажется там будет весело манплана все-таки далеко если бы упереться рогом можно было но уже не упираемся мы получаем удовольствие и учимся летать основная цель нашего безумного мероприятия как вы теперь осталось найти под этим облагаемый поток вот он поток я взял ручку вот тут еще какой-то планер видишь его не вижу да вот он стоит спирали закрыл окна плюс 5 мы с этим планером стоим в потоке в одном вот он видает красным немножко его потоки подрезал не знаю удастся набрать или нет но вы по крайней мере можете полюбоваться очень красивым озером такое около нуля поток не знаю может быть если его центрировать получше будет получше но пока у меня не получается в принципе вот он этот планер он считает что там лучше давайте попробуем под него построимся так попросим у него извинения на то что вы подрезали и ставим с ним вместе да все-таки центрировал поток а мы нехорошие люди взяли его чуть-чуть выше бле ну ладно бывает иногда в оба глаза смотрели в оба глаза не увидели это такое так нам нужно набрать хотя бы 100 метров ну что будет опять четыре километра и этого нам принципе хватит чувствую дойти до ледника продолжаем набор ничего интересного я вам больше не покажу пока планер пошел на переход возьми ручку пожалуйста а я вам покажу сейчас я не покажу моя ручка начинает очень сильно штормить не знаю почему ветер вроде как все по-моему хорошо может вы его разглядите он от нас далеко видео он за счет того что набрал выше нас красиво выходит над вершиной я так понимаю собирается куда-то дальше лететь а мы же поворачиваем повернем налево и попробуем вам показать собственно красивый ледник он тоже поворачивает туда же вот хитрован но зато мы пары пройдем сейчас эти он вышел прямо непосредственно над этими красивыми скалами тут просто ума поморочнительный соглашусь вот все и хотел добиться чтобы идти не по северной стороне этого хребта потому что как вы видите там ну там не знаете вам легкий ослой никаких восходящих потоков а вот эта линия должна работать и по этой линии мы как раз выйдем в зону где катаются на лыжах ну или по крайней мере по ржок посмотрим на ратраке слева остался это ледник откуда мы пролетели мы пролетели оттуда не знаю как съемки снимаю на телефон камеру я забыл я уже поклялся не снимать новые видео пока не смонтирую старое ну конечно мимо такого уникального контента пройти было невозможно и я клятву нарушил вот напишите пожалуйста в комментариях ругаете вы меня за это или нет вот что лучше снимать вот такой контент хоть такой без мостовой камеры зато в естественной среде питания вот например волоте он сидит зевает конечно его скучно скучно тебя просто самом деле действительно от недостатка кислорода непривычки можно зевать я-то человек вылетанный и вкатанный я могу без кислорода на хорошей высоте быть но так сказать не опытные ну не то что не опытные невлетанные люди которые не каждый день поднимаются на большую высоту немножечко конечно стражают так ну что давайте друг почета вот в этом месте красиво посмотрите как укатаны какие-то трамплины видите там внизу что-то такое вот тут такое творится вот он этот дичара и вот здесь катаются зимой сейчас мы попробуем долететь то я специально немножко высоты сливаю что нам нужно пониже пустить посмотреть как там в гараже ратайки стоят все вообще творится хорошего а потом и туда вот вперед выйдем на упад облачко это высоты наберем и подумаем что уже что же мы будем делать дальше так скорость 120 на принципе могу опускаться на вот они даже тут какие-то лужи видите озера какие-то небольшие пуганино не тебя сходящий поток да рота вижу 1 ротрак друзья и этот ротрак что он делает не поверите работает обещал я вам ротрак вот как обещал волков сделал сейчас мы поохотимся на ротрак друзья самое мое любимое занятие здесь охотится на ротрак вот это вот вот это было ратрачище, что-то ратрачит, вот он батрачит, ратрачит, куда-то едет. Знаете, какие трещины, промойны, и ему не страшно, этому ратраку. Я его сейчас даже увеличу. Ратрак, ой, слушайте, вот это, ой, это очень сильно меня долбануло. А ратрак-то спрятался. Это какой-то камень, может он пытается починить? Канаточку обслуживает, возможно. Приехал и пытается канатку починить. Там, не знаю, опоры исследует. Вот, друзья, что в городолыжных курортах делают, так сказать, в летнее время. Так, а к нему на помощь едет второй ратрак, друзья. Ну как же меня трясет-то. Чуть-то, ужас, почему так трясет. Вы просто, камера не передает, стабилизация срабатывает. Ну трясет просто не ща. Там второй ратрак, в принципе, вы можете наблюдать, наверное. Сейчас, я с таким тоже турбочек почета сделаю. Видите, как быстро едет. На помощь едет, может тот ратрак застрял. А этот ему говорит, слушай, я тебя спасу. Да нет, мне кажется, он просто что-то укатывает. Вот они, видите, трассы. Вот по этой трассе с утра, после того, как подморозит, здесь же минус ночью, наверное, едут и катаются, уважаемые сноубордисты. Так, сноубордисты теперь осталось показать. Ратрак я вам показал. Ну, склон, видите, укатанный. Вот он. Он не просто штак его укатывает, а вот какие-то трамплины поделали и так далее. То есть я не вру, что катаются до сего момента. Именно катаются. В этом уникальность этого замечательного X-MESTA. Так, ну на самом деле, мне надоело. То есть из меня этот потоп всю душу вытряс. Вы просто не представляете, как здесь трясет. Потому что из-за того, что воздух холодный, над холодным литником, сбоку воздух горячий, над теплым склоном. И получается вот это вот обилие не пойми чего. Вот он еще красивый вид на этот литник. Я полечу набирать высоту и попью водички. А то у меня бесконечного, постоянного трындения уже в горле пересохло. Да, маршрутчик у нас сегодня звездный. Сейчас спрошу у Володи, как ему? Как тебе? Нравится? Лидим дальше. Лидим дальше. Надоело тебе здесь? Посмотри, ратрак сатает, укачивает? Нет, не в качестве. Но противность. Согласен, что противность. Друзья, ратрак возвращается. Он действительно загребает. Сейчас хорошо видно, загребает. Во. Загребает снег и тащит его перед собой. Вау. Да что ты будешь делать? Все. Друзья, бывает ли какой-то предел у Волкова? Да. Вот сейчас предел по турбулентности. Я не могу больше. Я устал. Лечу под спокойные облака. Выдыхаем. Нашли хороший поток. Был заброс до 6. Мы сейчас выпали. Под нами параплан, который в этом же потоке. Мы сейчас прошли поток тосквозь. Вот. Сейчас я становлюсь в него. Хорошо виден ледник. Ну и давайте я вам, наверное, немножко сориентирую по воздуху. Где же мы находимся? Ледник вы первый, который мы брали, видите. Крыло сейчас будет показывать на пик Дебюр. То, откуда ролик начинался. Далеко на горизонте гора с плоской вершиной. Вот это, собственно, пик Дебюр. Какие у нас дальнейшие планы? Пойдем к Монте-Визи. То есть сейчас здесь наберу. И потом опять через ледник назад. И попробуем улететь куда-нибудь подальше. Вот сейчас крыло показывает. Вот там за перевалом Гренобль. Вот на горизонте две горы сходящиеся. Там дорога идет дальше на Леон. Вот это красивый грануложный курорт. А куда крыло показывает? Там даже аэродром есть. Можно прилететь на плане или приземлиться. Но там уклон значительный. И посадка будет весьма затруднена. Смелый параплант здесь летает. Конечно, прям очень смелый. А внизу идет какое-то строительство. Смотрите, кран подъемный. Все, в общем, постоянно какая-то стройка. Ну, не хочу здесь набирать, надоело. Мне хватает, в принципе, высоты. Дальше вот так под леднику пройти назад. И будет курс вот туда. На, получается, восток мы пролетим. И потом повернем на юг. Как раз попадем на Монте-Визи. Если там не начнутся слишком рано осадки. Но поэтому нам надо спешить. Набирать высоту, лететь эффективно. А когда некоторые трынят больше, чем летают. Это, конечно, неправильно. Не удержался, друзья. Хочу вам снять озеро красивое. Смотрите, какое потрясающего вида озеро. Подпокажи спираль в таком виде. Тут больше крем. О, я вам сейчас покажу его. Смотрите, как красиво. Такой интересной формы. Как удобно Капайло это иметь, который сейчас делает спираль. А мы с вами видим это озеро. Оно, конечно, далеко от нас. Но передает всю красоту. Мы, к сожалению, разворачиваемся. Мы не смогли пройти на большой высоте всю эту систему. Будем набирать красоту в другом месте. 1500 метров. Набираем высоту. Не самое простое место. Не самый простой набор был. Дело в том, что была... Вот здесь вот зона без погоды. Видите, вот. Погоды нет. То есть облака начинаются. И дальше, видите, какая бушующая энергия. Хорошая зона вплоть до Вент-Виза. Вот. Мы же сбоку здесь как-то так пристроились. Немножечко набрали. По центру кадра летних, над которым мы летали. Вот. Там погоды... Там четыре. То есть там 500 метров нужно набрать, чтобы выйти опять под кромку. Я не знаю, буду делать я в этом месте или нет. Потому что очень все медленно. Но долину, обращая внимание, вот где-то перевал. Дальше озера. Очень красивая горная дорога. Озеро Гряздуля. Озеро Чистюля. Но сейчас они оба одинаково грязные. А иногда одно из них грязнее, а другое, так сказать, не грязнее. И опять же, вот вам уникальные кадры красивой местности, куда, честно говоря, пешком зайти сложно. Можно сказать, даже невозможно вот такой ракурс выбрать. А вы представляете, с помощью моих глаз фактически, это дело наблюдаете. Я прям горжусь такой работой. Считаю, что это лучшее, что можно было бы придумать. Наш план дальше на Монте-Визу. Это где-то вот примерно туда мы полетим. Это будет достаточно просто, потому что я вижу гряду заболоков. То есть сейчас был самый, наверное, техничный кусок маршрута, когда мы и на ледники сходили и так далее. Ну, куча планиров там на Голи стоят на линиях. Я думаю, что мы закончим уже здесь на двор. И выскочим, наконец-то, на зону с хорошей энергетикой. Вот, поэтому по либору мы можем дойти до стандарта линии, по которой все летают. Вот эта дорожка, по которой люди летают смотреть ледник. Главное, что мы хребты переваливаем. Вот, видите, я смело так чпунь. Сейчас я вам покажу ледник немножко с другого ракурса. Мы начинали, смотрели его с другой стороны. Сейчас вот поменяли ракурс, и все это дело облетев. Красиво. Вот, вот вам еще один вид на ледник. Как раз вот здесь, так, летит кто-то. О, здесь вообще-то бун планиров. Планира табунами, вон, набирают. Посмотрите, звери, где. Ну, можем и здесь понабирать заодно. Показать планира, или они просто балдеют. Возможно, просто, так сказать, прилетели, делают круг почета вокруг ледника и улетают. В принципе, нам тоже надо примерно то же самое делать. Потому что бесконечно вот так вот, ну, получать исключительно удовольствие и не работать нельзя. Потому что нужно, значит, у нас остаток времени тоже не очень большой. Мы сегодня хотя рано достаточно взлетели, но в целом не очень намного этой погоды. Хотя, конечно, когда 4 метра в секунду, грех не набрать. Так что с красивым видом набираем. А дальше будет скучно. Дальше мы просто будем спарить под грядой облаков в сторону Монтвиза. Вот просто бэм-бэм-бэм, ручка от себя, иногда покачивая дельфиня. Что такое дельфиня? Это когда в восходящем потоке тормозишься, а в нисходящем ускоряешься. Вот мы, например, сейчас... Сейчас восходящий, конечно, грех ускоряться. Но попробую вам сейчас показать. Вот плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс. Сейчас кончатся плюсы. Я чуть заранее... У-у-у! И разогнался. И дальше на скорости там... Ну, опять плюс пошел. Ну, ладно. Я не хочу сейчас набирать много, потому что впереди видно, что кромка облаков ниже, и мы можем, зачем нас засасывать будет облако, тем более облако, видите, развитое достаточно, оно в перспективе превратится в грозу. Западнее все сухо, то есть я смотрю потенциально, как мы домой пойдем, дома хорошо, высокого развития нет, до дома у нас сейчас километров 70, переразвитие не наблюдается, поэтому все хорошо. Хорошо, так, вот в эту сторону наблюдается переразвитие, но я надеюсь, что мы успеем, так, 48 метров 11 часов, левее проходит планер. Да, вот он, смотрите, оп, да, еще один. Тут надо быть крайне внимательными, потому что они идут на ледник, особенно если это спортсмены. Как это выглядит на экране радара, вот, видите, я маленький такой, и сзади меня куча народу. Ну и то, что я вам говорил с гридой, то есть вот я сейчас делаю скорость 100, и меня прет как из пушки, сейчас чуть разгоняюсь. Вся эта лента будет идти, по всей этой ленте я буду идти с набором. Ну, поэтому, ну, такое, для планериста это самое кайфовое состояние, когда ты можешь парить и вообще не думать. Что я буду дальше делать, я, наверное, увеличу скорость, потому что в облака нельзя, и вот такой набор, когда тебя по линии прет, вот, ну, для того, что до 180 метров в час можно спокойно разгоняться и при этом в наборе идти. С левой стороны у нас, собственно, все, что вы видите на горизонте, облака низкие, это Италия уже. Кромка сейчас, ну, 3 800, вот, значит, 3 800 метров. Опять группа полосатых купальников, видите, постоянно встречаются планера. Вот я вышел на эту линию, возьми ручку, пожалуйста, удерживай текущую скорость 120, ручку чуть толкай. Ага, значит, вот там, Монте-Виза, до нее километров 70, ну, мы быстро пролетим, там, нам совсем мало времени для этого надо. Так, 208, вот он выше пошел. Да, друзья, сейчас все в оба. Дай-ка я пролечу летом с коллегой, вот, коллега в наборе стоит. Если видишь планер в наборе, можно чуть траекторию поменять, для того, чтобы мы уже набрать, набирать не будем, но пройдя через его круг, по крайней мере, вы видите, вас используем, и вот эту энергию, которую он нам нашел. Ну, из-за того, в другой плане покажем. О, пипестрель, етишкин, так вот, наш, наш пипестрель. И вот видите, друзья, как хорошо вы встретились опять. Закрыл окно ноль. Давай, скорее, а. Мы опять с пипестрелем родным. Вот это да, друзья. Вот представляете, летел-летел. Ну, как вы, вот скажите, да сколько вероятно в небе найти друга на пипестреле еще раз? Вот, планеров же немерено. Но он как-то каким-то другим путем пошел. Он идет на ледник. О, видите, помахал крышком, пошел на ледник. Ну, на леднике мы уже были, поэтому, конечно, опять с ним разминулись. Но, деньгами, это какая-то магия, друзья, это магия. Ничем другим я это не объясню. Потому что вот так вот встретиться в огромном небе Альп невероятно совершенно. Володь, а ты что думаешь на эту тему? Фантастика. Ты представляешь, что так в огромном небе встретиться, не договариваясь? Вот некоторые скажут, что вы специально выключили рацию, рация, кстати, выключена. Вы включили рацию, связались с пипестрелями, договорились здесь встретиться. Возьми ручку, пожалуйста. Вот такую скорость сохраняйте, триммер переставлю. Нет, друзья, вот честное благородное слово, нет. Я ничего не делал, я не договаривался с пипестрелем. Мы вот так случайно встретились. А ладно, а мы пошли на Монте-Визу. А то у нас батарейка на телефоне кончится. Не сможем вот все до конца красивое показать. Тем более, что трафик жесткий. Нам надо подумать о том, как нам подлететь к Монте-Визе. Потому что может так статься, что дырочки не будет. Вот сейчас я рассчитываю, что здесь будет дырочка. Ага, дырочка есть. Все-таки, друзья, не зря я хлеб свой кушаю летный. Вот эта дырочка. И вот она Монте-Виза. Я за такой вид, в принципе, за такой вид можно и Родину продать. Я шучу, друзья, насчет Родины. Просто некоторые упираются. Там Родина моя, я ради нее там все. А почему? Мне кажется, что планета Земля стала несколько мудрее. И вообще, планетарное, это самое важное. А не какие-то там местечковые желания каких-то царьков у кого-то что-то стыбрить, где-то кого-то надуть, что-то отжать. Это какой-то, знаете, человек, в принципе, это обезьяна, которая немножко поумнела. Так вот, мне кажется, одни обезьяны поумнели, а другие так и остались туповатыми. Но отсюда все ей проблемы. Поэтому, когда мне говорят, а ты кто, космополит безродный, я говорю, я человек планеты Земля, я радую жителей планеты Земля, я живу друзьями в прекрасном мире, которые хочу улучшать своими действиями каждый день. И это надо делать именно, так сказать, красиво, ой, как красиво, а? И высококультурно. Не делай неэтичных поступков. Вот это моя цель и моя философия.